История Бреста для чайников. Под этим кодовым названием скрывается большой образовательный пласт, с которым слушатели курса познакомятся уже в ближайшей перспективе. Однако все это еще впереди. Первое занятие организаторы посвятили юбилею 500-летию со дня рождения канцлера Великого княжества Литовского Николая Радивилла Черного, биография которого тесно связана с нашим краем. Мы решили придумать нечто современное, что могло бы так сделать, чтобы люди пошли в музей. И не только в музей, а и после работы, например, меркали какие-то исторические темы, причем не на уровне навыковцев, потому что широко говорят, что это дело навыковцев, а на уровне таким аматорским. Просто поздравлять, просто загадать некий исторический анекдот, пожертвовать, рассказать некий факт, сдаваться своим сябрам, ну, трошки больше разумным и адекватным. Вот такая была идея, и название, почему она сама возникла в той же процессе обмеркования, история Береста для имбреков, история Бреста для чайников, потому что мы видим, правда, и это кривно, что с большего мы ведем историю Береста, но вот гор, чем XP, Windows XP. Есть такие проблемы, и в общем, в ульневой форме мы испынились. Занятия по истории Брещины прописались в Брестском областном краеведческом музее. Его сотрудники вместе с инициативными брещанами и стали авторами интересной задумки. Уникальность занятий заключается не только в их формате, а это беседы, интеллектуальные игры и даже дебаты. Каждый раз лекторы будут знакомить интересующихся брещан с малоизвестными историческими фактами, о которых не всегда можно прочитать в учебниках. Необычная подача информации плюс сама ее актуальность – это хорошая возможность приобщить берестейцев к истории своего края. Этот проект был нами разработан для того, чтобы привлечь молодежь, потому что молодежь – это наше будущее, и знать историю прошлого, знать историю своих предков – это как бы прерогатива каждого. Но не только всем вышеперечисленным знаменательны эти исторические курсы. Работники областного краеведческого музея привносят в образовательный процесс еще одну интригу. Каждое занятие слушателей курса ожидает необычный бонус. В этот раз в качестве сюрприза – уникальная медаль, созданная к юбилею Брестской Библии. Исторический предмет хранится в фондах музея и скрыт от глаз обывателя. Что интересного готовят организаторы в следующий раз, пока остается загадкой. Однако это, безусловно, будет что-то новое и необычное.